Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Питер Паулс Рубинс. Фламандская школа похищения дочерей Лифкипа. Воспорядение наглого женского тела в живописи Ребранта постоянно находилось в зависимости от его близкого отношения к молодой женщине, от его непреодолимой потребности давать своим личным чувствам общее художественное выражение. То же самое можно сказать и о Рубинсе, на творчестве которого подобное влияние имела в особенности его вторая жена Елена Фаурумен, 16-летний красавица, отдавший ему свою руку, когда он переступил уже 53-й год жизни. С того времени она сделалась любимой натурщицей великого живописца. Однако его поклонение благородной женственности происходило прежде всего от его любви к красоте человеческого тела вообще. Изображение наглого тела имело у Рубинса почти такое же значение, как и у древних, хотя точка зрения у него совершенно иная. Для Рубинса красота составила не в чистоте и соразмерности членов, а в гибкости его линии движений, переливах красок, убьющем ключом жизни человеческого тела. Между несчетными произведениями Рубинса, прославляющими красоту женского тела, одной из самых знаменитых, картина мюнхенской старой пинокотеки, изображающая дочерей Левкиппа, похищаемых Кастером и Палуксом. Эта картина еще не отличается таким роскошным горячим колоритом, каким мы любуемся в позднейших произведениях Рубинса, например, в известной картине «Пастух и пастушка», принадлежащей той же пинокотеке. Краски светлые и холодные, весьма глаже и менее сочно, но контраст между загорелыми, мускулистыми мужскими фигурами и нежным, мягким телом женщин, поза одной из них представленной «Энфас» и другой, обращенный к зрителю спиной, чудные, поднявшиеся на дыбы и фыркающие кони, удерживающие их игривые амуры. Все это вместе взятое производит чарующее впечатление. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok